всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале comment by магазин посвященный продаже установки дымоходов смотрите сейчас перед вами стена когда первый раз сюда приезжал здесь висел котел котел фирмы протерм links 24 в народе если на ошибаюсь он называется рысь можете меня подправить никаких проблем потому что я и специалист по котлам я монтажник дымоходов в чем проблема проблема номер один вот это горючая стена это дерево котельня плюс весь дом сделан из дерева из бруса по строительной нормы республики беларусь обязательно вот это место должно быть защищено листом асбеста по строительной нормы написано плюс лист металла я немножко сделаю по-другому я положу несколько слоев базальтового картона тизоловского плюс лист нержавейки почему так ну потому что это безопасно конечно красиво смотрите сейчас перед вами защитный экран для чего он нужен это защитный экран предназначен для того чтобы на него вешался газовый котел давайте отойду немножко в сторонку вот так он выглядит у нас есть строительные нормы не смотрите что там написано это лист асбеста 3 миллиметра плюс лист металла но конечно асбест это не есть хорошо причина раковых заболеваний один из источников поэтому асбест я никогда не ставлю как бы не был какой бы он дешевый не был к сожалению его еще можно купить в розничной торговле оптовый немножко тяжелее но в розничной торговле он еще попадает магазинах больших гиперов не знаю как они оптом поставляют но факт есть факт смотрите когда у вас газовый котел до горючих материалов должно быть 10 сантиметров от котла если у вас примеру от котла 9 сантиметров значит тема должна быть заизолирована быть заизолирован об этом надо понимать и надо помнить моей ситуации здесь все просто до стенки 15 сантиметров поэтому стенку и зашивать не буду и полметра у нас до потолка тоже зашивать соответственно его не буду остается у меня только фронтальная часть которую мне надо зашить что я делаю на 10 сантиметров должна выходить зазор от котла то есть если у вас котел 400 миллиметров то в каждую сторону по 10 сантиметров мы получаем 600 миллиметров но и также аналогично каждому котлу это тот минимум но я делаю немножко зазоры больше по 12 половиной сантиметров то это мое желание да смотрим я кладу во первых базальтовый картон тизоловский 1200 на 600 вот это один из экранов который у меня делается с отверстием я его вырезаю на предприятии заказываю благодаря чему коксиальная труба может аккуратненько выйти наружу вы должны понимать что сам и у вас дом деревянный горючий материал должен стоять еще короб дополнительно то есть нельзя брать просто трубу и уводить ее наружу нет еще 30 миллиметров с каждой стороны должна быть изоляция то есть если у вас труба 60 на 100 коксиальная то 3 сантиметра с каждой стороны получается у нас 160 диаметр соответственно гильза у вас помимо еще должна быть коксиального дымохода 160 диаметр она также должна утепля утеплена быть да это строительная норма да их надо придерживаться поэтому я еще раз повторяю что я работаю в республике беларусь я не хочу выезжать каждый раз на объект из-за того что я что-то не доделал нет поэтому что я делаю я кладу лист тизола лист мини рита и затем кладу экран с мини ритом это уже технические особенности и аккуратненько сейчас еще дополнительный экран поставлю покажу уже вам результат смотрим закончил я сейчас монтаж вот этого экрана отбойной отбойного щитка на фронтальной стене то здесь будет котел я уже установил шинку вот она стоит я напоминаю что перед тем как я сделал этот экран этот котел уже здесь висел поэтому я дорабатываю я делаю так чтобы пожарники либо газовщики пришли и не задали ни одного вопроса почему потому что котел сначала нависел на горючей стене это запрещено есть строительные нормы которые надо придерживаться по крайней мере в республике беларусь и при сдаче дома на это обращает очень сильно внимание посмотрите и когда вы перевешиваете котел вы должны понимать что есть такие вот шаблоны с которыми можно сверить если даже монтажник сантехник неправильно повесил что-то можно перепроверить всегда как правило ну всегда эти шаблоны есть с газовыми котлами они очень удобны потому что полностью повторяет контур котла ну что я сделал вот это вот повесил шинку смотрите шинка установлена все дальше ты знаете зубчики я повешу котел я покажу конечно как это делается как вешается и вот сюда уже выходит коаксиальная труба к сожалению вот это за расстояние 1400 миллиметров от начала и до конца и поэтому приходится складывать с двух листов ну почему с двух листов вы можете сказать почему есть два метра раскроя лист да есть два на метр здесь они получаются тогда без гиба а отгиб он очень важен когда вы хотите эстетику почему эстетику потому что прямой лист когда кладете он идет так вот волной а теперь я рассказываю про секрет почему я кладу мини рит под этот экран смотрите он практически не прогибается у него нету прогиба о чем это говорит о том что когда я повешу котел лист нержавейки останется ровный никакой не будет только зеленица что-то на вот этих вот местах на уголках саморезок немножко видно когда притягиваешь волну пускает металл но когда лист сгибом жесткая вот это вот центр и и то котел вешается и ни одной волны не будет но для меня это довольно важно потому что я еще раз повторюсь что я борюсь за то чтобы технической точки зрения это было правильно но эстетика тоже она не должна быть на втором плане надо придерживаться надо как-то 50-50 придерживаться 50 на 50 поэтому все должно быть красиво все должно быть надежно и все должно быть по госту я стараюсь именно так и делать для вас поэтому сейчас я повешу котел ну и и вы увидите уже картинку результат от этой вот работы на по дымоходу конечно в другом видео либо в этом видео не знаю в одном из видео наблюдайте смотрите потому что по дымоходу именно на этом объекте будут такие интересные моменты которые никто не делает ну что теперь я котел повесил вот так это все выглядит ну вполне достойно а главное что это красиво и пожаробезопасно смотрите с каждой стороны как я вам говорил по 12 сантиметров остается зазор по строительным нормам это должно быть 10 сантиметров но я делаю маленький зазорчик хуже от него не будет все класс внизу 10 с половиной осталось но это с технической точки зрения потому что шла подгонка давайте я вам покажу вот с такой фронтальной стеной которая будет защита защищена по всем WoS там никогда у вас проблем не будет J С вами был Дмитрий Михайлев подписан на мой канал за кассе меня монтаж домаходов конечно видео по установке каксиального дымохода подписанно канал конечно получите потому что будет интересно узнаете много нового для себя потому что проблемы с каксиальными дымоходами есть и об этом собственники тех кто владеет так силами дымоходами у тех кого стоят котлы с коксиальными дымоходами они об этих проблемах знают особенно зимой когда происходит постоянное обмерзание никуда от этого не деться проблема есть ее надо как-то решать поэтому и я здесь буду решать эту проблему ну а я продолжаю работать всем хорошего настроения пока